МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наш город, что-то интересное рассказать, показать, научить и с чем-то познакомить. Вот и сегодня у нас такие вопросы и ответы, интересные гости, интересная беседа. Я думаю, что если вдруг что-то будет для вас полезное, значит, не зря. Мы сегодня их к нам в студию и пригласили. Давайте знакомиться. С нами здесь эксперт молодежного форума «Селигер», врач, бизнес-тренер, автор собственной методики Александр Дубовик. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И прекрасные барышни Ксения Куляскина, участница молодежного форума «Иволга». Здравствуйте, Ксюша. И Анастасия Резникова, эксперт молодежного форума «Иволга», молодой предприниматель. Здравствуйте. Ну, причиной, как бы, здесь появления Александра у нас в студии, в гостях, как раз-таки ваш тренер, о котором все так говорят, удивительно. Психологический тренинг личной эффективности. Ну, вообще, чудесные отзывы, чудесные какие-то комментарии люди дают. Можете немножечко рассказать, зачем пожаловали к нам в Самару, что привезли, кому будет полезно посетить ваши какие-то, может быть, беседы, разговоры, тренинг, собственно, сам? У вас программа называется «Универсальный формат», а тренинг – это тоже такая достаточно универсальная штука. Она рассчитана на очень разных людей, на взрослых и на молодых, на развитых и не очень, на ищущих и уже чего-то нашедших, но мечтающих о чем-то большем. То есть она рассчитана на очень разных людей. В принципе, человек – существо социальное, и он все время ищет. И он все время сталкивается с вопросами, на которые ему нужно найти ответы. Кто-то находит их в книгах, кто-то находит их в фильмах, а кто-то ходит к психологам. А кто-то не находит. Да, это худший вариант. Потому что на самом деле человек не может существовать. Есть такие вопросы, не найдя ответы на которые, человек не может существовать нормально, он начинает от них бежать. Это какие, например? Кто я и что я сделал? Нет, как быть. Как быть? Да. Жена запилила. И я не знаю, как мне быть. Я не понимаю, что мне делать. Кто-то находит для себя ответы, кто-то нет. И люди, которые не находят ответ на подобный вопрос, они уходят от этого вопроса. Уходят в зависимости. Алкоголизм, наркомания, секты, игромания, все что угодно. Лишь бы не думать об этом. Лишь бы не появляться дома. Иллюзию создавать, что все хорошо. Да, создавать себе. По большому счету любая зависимость – это попытка создать себе иллюзию. И альтернативом вот такого ухода является психологическая помощь, которую можно оказывать в разных форматах. И тренинг – это просто один из способов, в котором люди находят ответы на свои вопросы. Те, с которыми они живут неделями, месяцами, годами и не находят выхода. Это получается такой же поход к психологу, только в какой-то другой форме. Да. В более удобной, в более какой-то, не знаю, может быть, комфортной. Я не один вроде как пришел. Человеку порой очень неудобно говорить об этом. У человека вопрос есть, но он не может о нем начать говорить. Ему неудобно в нем признаться. А здесь вроде сидит группа людей. Таких же, как и я вроде как? Таких же, не таких же. Но в любом случае сидит группа людей. Стоит какой-то дядька, он что-то говорит. Я сейчас его послушаю и чего-нибудь там для себя решу. Но в процессе ему все равно приходится принимать участие. Он все равно вникает в эти вещи. Он все равно их переживает определенным образом. И с ним происходят некоторые важные для него вещи. Но поначалу некоторым проще так думать о том, что он просто отсидится. Ну вот девочки, они должны сегодня тоже не просто отсидеться, поучаствовать в нашем эфире. Ксюша, вот скажи, ты как уже, я так поняла, прошедшая курс, тренинг и так далее. Что ты можешь сказать про себя до и про себя после? Какая ты была или есть ли какие-то сравнения, с чем ты можешь сравнить? Возможно, каких-то глобальных изменений внешних и для окружающих и нету. Но я настолько стала гармонично ощущать себя внутри и расставила для себя какие-то приоритеты, что мне это помогло. В определенных вопросах и в плане работы и карьеры, и в плане личной жизни. То есть многое наладилось, многое пошло в гору. Я нашла сама себе внутри силы для мотивации, опять-таки самой себе, для развития всех сфер своей жизни. И когда меня спрашивали после знакомые, да, и что там, а что такое, я рассказывала всем именно, что это работать с психологом просто в режиме нон-стоп. Не раз в неделю ты ходишь к человеку, разговариваешь, а в режиме нон-стоп, три дня, с утра до вечера ты работаешь психологом. То есть я это объясняла... Экспресс такой, да, такое погружение получается? Получается, да. Хоть оно экспресс, но результаты оно дает достаточно долгосрочные. Я так понимаю, все ожидали какого-то волшебства, да, такого по щелчку пальцев от тебя, например. Или ты от себя такого же ожидала, что ты изменишься, вот выйдя через три дня через порог. Так и получилось. Так и получилось. Конечно. Просто не всегда это может быть видно для глаз окружающих, но это и делается не для того, чтобы что-то потом показать, но сделать на показ. Это делается в первую очередь ради себя самого. Было ли страшно, стыдно? Как говорят современные молодежи, стрёмно прийти на этот тренинг? Стрёмно не было. Волнение, естественно, было, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. И кто там ждет. Да, это вызывает там какое-то волнение, вот, но нисколько, вообще ни капли сожаления. Понравилось? Очень понравилось. Рекомендуешь? Да. То есть если бы была еще возможность, еще бы пошла? Конечно. Ну, второй раз уже не переживешь такие эмоции, и уже будешь более глубоко смотреть. Это вот как смотришь фильм какой-нибудь хороший. Первый раз посмотрел, испытал замечательные эмоции. Поплакал. Да, когда смотришь этот же фильм второй раз, уже замечаешь какие-то детали, уже более вдумчиво этот фильм смотришь. Здесь то же самое. С удовольствием бы прошла бы еще раз. Вот. Я думаю, что это бы дало даже еще больше результат. Покопалась бы. Еще бы глубже. Копнула. Понятно. Настя, но у тебя какие эмоции, впечатления? Тоже пытаемся сравнить до Настю и после. До, скажем так, я попала в новую для себя ситуацию. У меня недавно появился ребенок. И я, соответственно, никогда в такой ситуации не была. И вот после программы Саши как-то так получается, что ты находишь какие-то ресурсы в той ситуации, в которой ты находишься. И я поняла, что на самом деле можно, даже находясь с ребенком, заниматься интересными делами. И, например, даже превратить это немножко в бизнес. Вот, в том числе. То есть мама предприниматель. Ну да, да. Потому что появилась сразу же идея. Есть уже там определенные шаги, да, вот к этой цели. И таким образом, ну вот из какого-то состояния, ну, тунеядства по уходу за ребенком. А я в выпуске. А что вы от меня требуете? Да, да. Я в выпуске. То есть было примерно такое же состояние, что я же вот молодая мама, ну-ка, вот все мне тут быстренько чего-нибудь помогите. И не было какой-то такой, ну, личной инициативы. А сейчас есть идея, пока на ней работаешь, очень интересно. Это интересно ребенку. И получается, и даже вот такой небольшой бизнес. И вот как раз получилось так, что учитывая вот это тупиковое состояние, все, кошмары, я сейчас дома в четырех стенах, да. А вот Сашина программа получилась очень вовремя, именно вот в плане какого-то выхода из депрессии вот этой вот. И, ну, сейчас я, наверное, гораздо веселее, если сравнивать до и после. Я, не знаю, очень позитивно настроена. Гармонично ли все? Да, и это чувствует окружающе, это сразу сказывается на семейной жизни у меня. Муж сразу повеселел. Когда муж веселый, это хорошо. Это факт. Вот, это здорово. А вот что же вскрывает за собой вот эта самая личная эффективность? Вот как быть эффективным для себя самого? Ну, во-первых, очень важный вопрос с тем, что же ты хочешь. Это один из важнейших вопросов, который обсуждается на тренинге. Этот тренинг, он построен не как набор навыков, которые надо освоить, а он построен как возможность разобраться с самим собой. То есть какие-то ситуации прорабатываются? Ну, примитивно говоря, да. То есть тебя ставят некую ситуацию, которая так или иначе моделирует твое поведение. И при всей простоте ситуации она так или иначе выявляет то, как ты в аналогичных ситуациях себя ведешь, и к чему это в твоих обычных ситуациях приводит, и это позволяет смоделировать иные выходы, чем те, которые привычно тебе не нравятся. У меня вот такой обычный вопрос. Бывает ли так, что кто-то психовал, уходил, хлопал дверью с тренинга? Конечно. Они возвращаются? Некоторые возвращаются. Спустя какое-то время или сразу же? Ну, и так, и так бывает. Бывает, что человек полдня где-то ходит, потом возвращается. Бывает, он приходит на следующий тренинг. Здравствуйте, я вновь. И так, и так бывает. Это связано с тем, что те открытия, которые человек делает, переживая что-то на тренинге, они ему не всегда нравятся. Мы не всегда готовы встретиться впрямую с той правдой о себе, которую мы улучшительно от себя скрываем. Но на тренинге ты эту правду вынужден узнать. И принять. И принять, пока ты в ней себе не признаешься, ты не способен это изменить и будешь жить в этом. И тренинг – это возможность узнать вот эту порой неприятную правду, принять ее и, соответственно, с этим что-то изменить. А кто вот в большей степени приходит? Какой, может быть, срез, я не знаю, вот по городам вы проехали, уже кому сейчас это интересно? Какой возраст, пол, социальный статус? А это интересно очень разным слоям. И чем разнообразнее по набору группы тренинг, тем интереснее. Потому что когда начинают моделироваться эти ситуации, то порой человек попадает, ну, я на таком примере расскажу, приходит мама с запросом «Мои дети меня не понимают». Или там «Я не могу понять, что они хотят». И другой человек, другая там девочка или мальчик, там возраста ее детей, там 20+, начинает что-то говорить о своей проблеме отношений с родителями. И этой маме гораздо проще то же самое, что ей говорят каждый день дома, услышать от посторонних детей, их понять, потому что у нее нет никаких концепций и целей в отношении этих посторонних людей. Да, она готова понять и принять этих людей, а потом это перенести на свою ситуацию. И наоборот, когда мама начинает излагать, почему у нее там не клеится, дети начинают понимать своих родителей. Точно так же приходят работники и говорят, у меня начальник, ну, таких плохих не бывает. Бывает. Нет, тут сидит такой же начальник и объясняет, почему он с такими, как она, вынужден быть таким. То есть каждый нашел себя. И каждый находит какую-то свою нишу. Вот чем она разнообразнее аудитория, тем больше возможностей просто увидеть какие-то вещи. Но если говорить о средней выборке, то вот наша там статистика показывает, что основная аудитория тренинга – это 25-35. Вот это если вот брать чисто большинство. То есть это люди, которые уже начали чего-то делать в жизни, столкнулись с какими-то преградами, столкнулись с какими-то ограничениями, столкнулись с какими-то проблемами, и они ищут выход из этих ситуаций. У кого-то эти вопросы про работу, у кого-то про семейную жизнь, у кого-то про друзей, там, неважно про что. У кого-то про поик себя в бизнесе, неважно про что вопрос. Вот основная аудитория вот этих людей, которые себя ищут. Ну, а часто бывает, что проблемы, не знаю, в семейной жизни, в любви, в каких-то разбитых сердца, что-то такое. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом, да? Встречали на тренингах тогда? Там безответная любовь какая-нибудь, непонимание. Такое частенько бывает. А вот вы давали какие-то советы, девушки? Бывало ли так? На тренинге советы? Ну, как вот, они же ситуацию моделируют, тоже наверняка. Вот вы рассказывали. Вот давайте догонимся так. Советов нет? Хороший психолог от плохого отличается тем, что плохой психолог дает советы. И он, когда он дает советы, он волей-неволей проецирует свой жизненный опыт и себя на те истории, которые вы излагаете. Но он не живет в вашей шкуре, он не знает, какой бы он ни был гениальный, он не знает ваших целей и ценностей, он за вас не может решить, как вам лучше. А подсказать? Как заменить этот глагол? Нет. Это вы переживаете. Это вы для себя находите. И когда-то я этим тренингами занимаюсь много лет. То есть в данном формате я занимаюсь уже больше 10 лет, но в принципе я занимаюсь подобными вещами с начала 90-х. И я видел двух молодых людей, которые выросли пионерами и комсомольцами, которые пришли на тренинг под совершенно подковой. И выходя с тренинга, они сказали, мы всю жизнь были пионерами и комсомольцами, а здесь на тренинге мы поняли, что без Бога нам не прожить, мы пойдем креститься. Неожиданно. Хотя слово «бог», «религия» вообще не упоминается на тренинге. Тренинг не про это. Там каждый человек переживает что-то про себя и находит что-то про себя. А вот формула из серии «когда давать советы», у нас есть такая поговорка, что формула психологов, которые дают советы, называется так «догнать и причинить добро». Вот это не формула тренинга. Вы проживаете свою жизнь, вы ее проживаете самим собой, и все остальные люди в этот момент, они просто та среда, в которой у вас есть возможность вот что-то свое пережить и что-то для себя про себя понять. То есть глагол «помочь» тоже не подходит? Немножко по-другому все устраивает. Да, в определенный тренинг тебе никто не скажет, что делать и как делать, да? А многие мне кажется, что за этим приходят. Я приду к своей проблеме и, ну-ка, что мне делать? А, Б, В, Г, такое, людей. Есть определенные категории людей, которые вот одни приходят за что бы за них решили. Догнали и дали добра. Да, догнали и причинили добра, да. Есть такая категория. Есть вторая, еще более забавная категория. Это люди, которым нужно, что они не собираются ничего в жизни менять, но им нужно поплакаться. Угу, высказаться. Они уже... Не, им поплакаться. Поплакаться. Они уже достали все окружение, окружение их слушать уже не хочет. А тут новые люди. А тут новые люди, да. Новые уши, да? Да. Новые жилеты. Вот, и, соответственно, ну, это часть нашей технологической проблемы, что с этим делать, и как помочь этим людям перейти к состоянию вот осознания себя и желания выйти из ситуации, решить проблему, а не просто поплакаться, не просто попросить советов. Как заставить их брать на себя ответственность, а не перекладывать ее там на психолога, тренера, неважно. Друзей. Друзей, да, от кого угодно, родителей, общество, государство, ситуация в мире, кризис. У нас все бывают виноваты на тренинге, но это часть нашей технологической проблемы, показать, что на самом деле все происходит в тебе, а не в кризисе и не там в государстве. Ну, а вот если говорить с вашей точки зрения, три вот самых, может быть, топовых проблемы, которые вот в нашей стране и в наших российских городах вам встречаются. Вот сплошь и рядом три каких-то беды, проблемы, я не знаю, темы для вот ваших каких-то переживаний, люди приходят с этими какими-то страданиями, мыслями. Это что? Первая проблема, с которой приходят, даже не проблема, они не заявляют как проблему, проблему заявляют так. Ситуация. Ситуация, да, проблема ими заявляют так, где мне найти много денег. Ох ты, какой вопрос. То есть психолог должен знать. Вот, да, я вот сейчас, когда найду много денег, я буду сейчас... И все проблемы решатся. Я буду счастливым, да, и все проблемы решатся. Глупстый. И вопрос в том, что там есть некие внутриличностные у него конфликты, с которыми он не может никогда иметь много денег просто по определению. Это часть первой. Это вот очень важный топовый запрос. Второй очень частый запрос – это женщины, скажем так, 28+, с запросом «Почему мне не удается выйти замуж?». Это вот просто сплошь и рядом. И прослойка вот таких женщин 28+, которые уже всего добились в жизни, а замуж до сих пор никак – это достаточно большая прослойка людей, приходящих на тренинг. Это очень частый запрос. И третья тема... А, и третья замечательная тема – это из серии... Там вопрос так не формулируется. Вопрос формулируется, почему тоже ничего не получается в жизни, почему ничего не могу добиться в жизни. И эта мужская тема – это тема зависимости, зависимости от мамы, которая потом переносится в зависимость от женщины. Вот оно как. Когда он... У него ничего не получается в жизни, и все время тетки виноваты, они... Какие плохие? А реально он без них просто ни с чем не справляется. Вот как интересно, наверное, у вас там вообще... Там целое, наверное, кино... Там не грустно. Я могу представить. А есть ли те люди, которым, ну, противопоказано, например, приходить на тренинг? Ну, вот бывают такие. Вот вы не рекомендуете. Значит, во-первых, люди, которые про себя знают, что у них есть заболевание, связанное с психикой. То есть уже кому справку дали? Нет, кому... Нет, которым показано лечение у врача, потому что тренинг, он рассчитан на здоровых людей. Вообще есть предубеждение, что психологи и психотерапевты, к ним ходят больные люди. Неправда. К ним ходят люди здоровые. Наоборот. Люди здоровые, которые ищут ответа. Ну, вот есть такое представление, что ты к психотерапевту ходил, все, ты псих. Нет, психотерапевты не занимаются психами. А уж психоаналитики-то, наверное, тоже. Тем более, да. Вот. И... Ну, психоаналитики занимаются разными, но глобально – да. Вот. Так вот, тренинг, он для здоровых людей, но у которых есть вопросы, на которые они не находят ответа. Или люди, у которых есть замах на что-то большее, чем им удается в жизни, и они не понимают, почему им это не удается. Поэтому вот люди, скажем так, с диагнозом, им тренинг противопоказан. И вторая категория – тренинг не рассчитан на решение острых проблем, возникших вот сейчас. Ну, понятно. Ну, например, там на тренинге есть моменты, когда очень остро переживаются отношения с родителями. И неважно, когда, там, сколько тебе лет, 20 или тебе 60, все равно у тебя есть некая история отношения с родителями. И поэтому там, когда на тренинг приходит человек, и он говорит там, что у него там папа умер неделю назад, то, наверное, ему не стоит ходить на тренинг, потому что ему будет просто слишком больно. Я приеду в этот город через полгода, и он придет через полгода, и это будет уже совсем иначе. Вот. Вот какие-то такие ситуации, да, мы их отсекаем. Там у нас есть анкета на входе, и мы, по возможности, отсекаем ситуации, когда тренинг для человека может быть слишком болезненным, слишком тяжелым, и мы ему подсказываем, как ему с этой ситуацией разобраться. Ну, вот, например, такой вопрос. Вы по одиночке ходили? Можно ли брать кого-то с собой, родных, близких, или это тоже, например, такой вопрос тонкий? Это неоднозначный вопрос. Есть ситуации, когда приходят люди с друзьями, с близкими, муж с женой. У этого есть очень серьезный плюс. Окружающие знают про тебя все, как бы ты ни скрывал, но твои близкие, они про тебя все знают и понимают. Ну, не все, наверное, знают. Они про тебя знают и понимают гораздо лучше, чем ты об этом думаешь. И когда рядом сидят вот эти близкие люди, пытаться обманывать там аудиторию, обманывать типа тренера, а на самом деле обманывать себя гораздо сложнее. Сидят эксперты по знаниям, которые готовы тут же вмешаться и сказать, слушай, ну, помнишь, в той ситуации, но ведь было совсем не так, как ты это пытаешься всем показать. И, с одной стороны, это очень полезно с точки зрения того, что человеку труднее обманывать, себя обманывать. Но есть такие ситуации, когда, допустим, в той же семье муж и жена, у них есть проблемы, которые они не хотели бы обсуждать друг при друге. И тогда им, наверное, не стоит приходить вместе. Поэтому это вопрос, который решается для каждой комбинации индивидуально. Там бывает, или там ситуация еще бывает забавная, когда там такая жесткая, доминирующая, контролирующая мама, вот. Звучит кошмарно вообще. Почему? Подождите, я изложу эту концепцию про жесткую, контролирующую, доминирующую маму иначе. Ну-ка. В более мягкой формировке это звучит так. Первые 40 лет жизни мальчика особенно тяжелые. Да-да-да. Видели мы такие картинки, видели. Да? И вот когда вот такая мама говорит, мы придем вместе с сыном. Он же сам не разберется. Прекрасно. Ну я же все помню лучше, чем он. Да-да-да. Понятно, их не надо брать вместе, потому что тренинг без мамы – это для сына шанс вырваться из-под ее влияния. Тренинг вместе с мамой – это способ маме показать ему, где он был еще не прав. Как можно не сойти с ума вообще? В таких ситуациях это все контролирует. Девочки, ну вот вы кому-нибудь порекомендовали, кто-то идет, кто-то собирается, как бы, как вот свои личные впечатления. Кого-то замотивировали? У меня, во-первых, оно как-то так само по себе получается, потому что люди спрашивают, они видят результаты, то есть приходят в гости, да, муж улыбается. Вот это, да. А что случилось? У вас все хорошо? Я говорю, да, очень хорошо. И, ну, очень многие, кто там из друзей, да, они тоже хотят, приходят, участвуют. Просто Саша довольно давно ездит в Самару, и я довольно давно прошла его программу, поэтому вот за несколько лет уже, ну, очень многие мои друзья, знакомые посетили этот тренинг. У всех ходят улыбаются? У всех все хорошо? У всех по-разному. Да? Кто-то приходит, ну, в зависимости от того, кто за каким результатом приходит, кто-то, я не знаю, бросает работы, потому что он давно об этом хотел, но ему от этого хорошо, да, то есть, казалось бы, там, я пойду уволюсь в нашей ситуации. И весело идет, увольняется. Да, весело идет, увольняется, но человеку хорошо, потому что он действительно там этого хотел. Из семьи тоже проходили, тоже понравилось, ну, как бы из моего окружения, ну, вот прям таких каких-то негативных отзывов не было. Бывает, когда человек приходит, и, ну, я посижу, отсмотрюсь, то есть, когда он не до конца включен, он не получает там особо какого-то результата, и, соответственно, уходит немножко разочарованной, потому что нужно быть готовым там, говорить, участвовать, контактировать с другими участниками, не врать, да, работать. Угу. Что у тебя, как вообще вот с окружением? Ну, я прошла относительно недавно, то есть, даже еще полгода не прошло, но... То есть, ты пожинаешь еще плоды? Я думаю, что они еще будут простираться достаточно глубоко, то есть, вот эти внутренние изменения, потому что, ну, по щелчку, конечно же, да, ничего не происходит. Это все, так как была достаточно глобальная перестройка и мировоззрение, и мнение, и всего такого. Но вот на ближайшие идут у меня и знакомые, молодой человек, коллеги по работе, то есть... Сами захотели? Я никого не заставляла. Я рассказывала, что я сходила, и на этом, собственно говоря, заканчивалось. Если меня спрашивали там, а где, а что, а когда, я рассказывала, но я вот вообще никого не заставляла. То есть, у меня даже желания такого не было, потому что я понимаю, что если человек сам не хочет, то силком как бы никого не заставишь. Смысл? Если человек хочет, то он сам и спросит. То есть, я рассказываю, но никого не заставляла. А у меня вот такой потребительский вопрос. Даже по методу каких-то походах там по психологам, по психоаналитикам, говорят, 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 вроде все запоминаешь, выходишь, как будто ничего и не осталось в голове. Как вот тут все запоминуть? Это не про запоминаешь. Вот как вот тут все это применить? Вот это не про запоминаешь. Знаете, когда вы едете отдыхать на море, вы не можете забыть свои переживания там от того, как вы там заходили в воду. Вы это пережили, вы это не можете забыть. Вы можете забыть рассказ подруги о том, как она ездила на юг. Так. Так вот, тренинг – это не процесс того, что я расскажу, как жить. А кто-то запишет, да? А кто-то запишет, кто-то узнает. Нет, на тренинге там нельзя писать, нельзя писать не потому, что там есть какие-то секреты, а потому что тренинг не про то, чтобы запомнить, а про то, чтобы пережить. Там вот в процессе этих заданий вы переживаете какие-то для себя вещи, и эти открытия, они связаны с неким переживанием, осознанием, и это не инструкция, которая дана как надо. И поэтому те вещи, которые для вас в результате переживания стали значимыми, их нельзя забыть. А те вещи, которые оказались незначимыми, они быстро после тренинга выветрятся. В одно ухо и в другое. Да, они не останутся. И мы не позволяем людям ходить на тренинг, вот там, через месяц еще пришел, через месяц еще пришел. Это вот никому не надо. Вот проходит лет 5, 7, человек может повторно прийти на тренинг и на самом деле сделать следующие какие-то открытия, те, которые тогда, 5 лет назад, оказались для него незначимыми. Но на норм жизненном витке он с этого тренинга выносит совершенно другие вещи, те, которые для него важны сейчас. И рвет на себе волосы и говорит, как я тогда до этого не допер. А он не мог дойти до этого тогда, просто тогда это было не про его жизнь. И поэтому там нет инструкции, которые надо запомнить или не запомнить после тренинга. Это вот, ты либо сделал эти открытия, и тогда что-то изменилось. В конкретной сфере, в конкретных отношениях, в конкретной ситуации. Либо ты этих открытий не сделал, и тогда оно не изменилось. А запоминание... Это активность тогда. Человек сам это должен понять. Вот девочки говорят, у меня все хорошо, муж улыбается, на работе все хорошо. На результатах видно. А не пишут что-то? Вы какую-то обратную связь держите? Мы год назад стали делать новый сайт. И там на новом домене. И принципиально решили, что мы не будем переносить отзывы со старого сайта. И мы попросили людей, просто разослали людей, которые давно прошли тренинг, много лет назад. Попросили их присылать отзывы. И вот эти отзывы на самом деле самые интересные, потому что люди рассказывают, как те решения, которые они тогда попринимали на тренинге, сказываются на них спустя 3, 5, 7 лет. И там очень, ну, можно зайти на сайт и посмотреть, там очень много отзывов именно в этом ключе. Как моя жизнь изменилась за эти годы, потому что тогда. Вот. Хотя я этих людей с тех пор ни разу не видел, не слышал, не общался. Они просто вот... Бывают те, кто действительно приходит там спустя какие-то такие большие промежутки времени, вы их помните? Вы всех помните? Нет. Не помните? Лица меняются. А какие-то запоминаются, может, все равно? Есть отдельные истории, которые в силу там, каких-то там, ну, совсем эксклюзивности они запоминаются. Вот. Но 99,9 в периоде люди, конечно, про себя думают, что они очень уникальные, что их проблемы больше ни у кого не было, но они... Ну, почему такой я такой? Я такая. Да, к сожалению, они очень часто повторяющиеся. То есть доктора уже ничем не удивишь, мне кажется, уже все видят. Нет, бывает. Бывает. Может быть, друзья, у вас какой-то удивительный, уникальный случай. Если вдруг какие-то у вас есть все-таки сомнения, вопросы или что-то прям гложет и страдаете вы от чего-то, или может быть, действительно нужна какая-то помощь, и вы давно собирались, но не знали, куда обратиться. Мне кажется, что вот сейчас, по крайней мере, из нашей беседы стало понятно, что работает, эффективности есть. То есть, и, по крайней мере, люди пишут, что отзывы хорошие, почитать можно. А скажите, а вы книги какие-нибудь пишете? Нет. А почему? Ведь многие сейчас, как бы, те, кто делает такие дела, пишут, как, что, то есть такие вопросы громкие. По сути, я сейчас повторю свой предыдущий ответ. Человек читает книгу в большинстве случаев. Наверное, я не Лев Толстой, наверное, читая Толстого или Достоевского, люди что-то там переживают и открывают для себя. Но в основной массе люди читают книгу и пытаются почерпнуть знания. Вот они пытаются запомнить, они ищут советов и рецептов. То, чем занимаемся мы, это не про знания, это про переживания. Значит, а вот в рецептах из серии «Как надо правильно жить», там нет переживания, там есть знания. Как выйти замуж, как завести кота, как стать, чтобы муж был веселый. Как устроиться на высокоплачиваемую работу. И заработать миллион за один день. Да. Чудесно. Нет, день – это долго. Можно до обеда. Желательно. А то обедать не на что. Конечно. То есть, на самом деле, друзья, очень интересно, я думаю, познавательно. Вам большое спасибо, что заинтересовали, заинтриговали. Все подробную информацию можно найти на сайте у нас в группе, сделаем перепосты, ищите там. Ну, а вам хочется, наверное, пожелать хорошего настроения, позитивного отношения к жизни. И в который раз повторите, что не сидите дома, делайте что-нибудь уже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова